Эргономичнее и экономичнее, ну с точки зрения потери энергии, потому что у меня все под рукой, видите, вот здесь вот, то есть мне не нужно ходить вдоль длинной стены. У каждого в квартире есть кухня, и каждый рано или поздно сталкивается с проблемой выбора кухонного гарнитура, какой его выбрать и как поставить в пространстве. Вот об этом сегодня мое видео. Будем сравнивать традиционную прямолинейную кухню вдоль стены и кухню с островом. Рассмотрим плюсы и минусы, что лучше и удобней. Погнали! Первый вариант – линейное расположение кухни. Ведь это тот вариант, который первый приходит в голову, и это первое, что мы пытаемся сделать в своей кухне. Давайте его рассмотрим. Итак, линейный вариант кухни – это когда кухня стоит вдоль всей стены. Здесь примерно 3 метра. Все эти 3 метра занимает кухонный гарнитур. Здесь у нас располагается рабочая поверхность, бытовая техника, холодильник, духовка, варочная поверхность и мойка. Что происходит, когда мы здесь чем-то занимаемся? Ну, готовка, естественно. Первое – нам нужно достать что-то из холодильника. Мы идем, открываем, берем продукты и несем их в раковину, чтобы здесь помыть. Помыли, положили, здесь порезали и потом положили что-то здесь делать. Все эти действия, которые мы совершаем на кухне, происходят вот таким образом. Вы уже, наверное, обратили внимание, что я стою к вам спиной и разговариваю в полоборота. Итак, здесь мы пожарили, затем разложили по тарелкам и тарелки уже понесли в столовую на стол. Накрываем, зовем домочадцев, ну или гостей, или кто там к вам пришел. Кстати, если к вам пришли гости и гости уже сидят за столом, а вы пока еще готовите, то это очень неудобно и как-то неэстетично стоять гостям спиной. Это главный минус, на мой взгляд, линейной кухни. Чем остров принципиально отличается от линейного расположения кухонного гарнитура? Самое главное, это то, что когда я готовлю, я стою лицом в зал, в столовую. В общем, я вижу, что происходит в комнате, а гости видят меня. И это очень важно. Я могу общаться не спиной, а нормально лицом, глаза в глаза, понимаете? Это очень удобно. Второй минус заключается в том, что мы постоянно ходим вдоль всей вот этой линейки, наматывая метры и километры. Здесь всего три метра. Представьте, если кухня будет пять метров. Пять метров туда, пять метров сюда. То есть количество наших шагов увеличивается. Это, конечно же, не добавляет нам комфорта. Остров. Это принципиально другая расстановка кухонного гарнитура в пространстве. Вы уже видите, это такой некий объем, который стоит посередине фактически комнаты, за которым происходит готовка. И выглядит это следующим образом. Мой лимон. То есть мы залазим в холодильник, берем оттуда продукты, подходим к острову, моем. Здесь что-то режем, готовим. И потом перекладываем в сковородочку или в кастрюлечку, чтобы сварить, пожарить. Вот так вот выглядит процесс готовки. Обратите внимание, что мои движения гораздо короче, чем в линейной кухне. Помните, я ходил три метра туда, три метра сюда. Здесь мне достаточно сделать полтора шага, чтобы дотянуться до холодильника. Кстати, может холодильник быть и здесь. Здесь же в высокой колонне спрятан духовой шкаф. Причем на уровне груди. Это очень удобно. Достал противень, положил обратно. С точки зрения эргономики это удобно. Остров, как правило, делается глубже, чем обыкновенный кухонный гарнитур. А это значит, у меня появляется дополнительная поверхность для готовки. Остров это двойные места хранения. То есть у меня есть ящики с этой стороны и есть ящики с этой. Видите? За островом удобно готовить вдвоем и даже втроем. Сейчас мы это увидим. Маша. Это Маша, хозяйка этого дома. Маша, привет. Привет. Смотрите, мы можем вместе с Машей готовить за этим замечательным островом. Она с той стороны, я с этой. Маша, давай его отрезать. Лимон, как будто мы его режем. Здесь ее рабочая поверхность, здесь моя. И нам хватает места сполна. Более того, этот остров всего лишь 86 сантиметров. А вообще-то глубина острова делается и метр, и даже метр двадцать. Это значит у каждого по 60 сантиметров с каждой стороны. И вот мы с Марией совершенно спокойно стоим рядом. Здесь может еще кто-то стоять. Здесь может еще кто-то стоять. Представляете? То есть фактически утром в субботу может собраться вся семья. Мама может рассыпать муки и тесто. И мы будем все вместе тут лепить пельмешки или печенюшки. Это же здорово. Всей семьей собраться и готовить. Это очень классное преимущество острова. Линейная кухня экономит пространство. Поставили вдоль стены, ну и хорошо. Здесь тебе рабочая поверхность, здесь тебе шкафчики с различными необходимыми вещами, тарелками, специями. Здесь могут быть всякие кастрюльки, ножи, ложки, вилочки. Все вроде бы под рукой, все удобно и функционально. Но минус-то никуда не девается, когда мы стоим вот таким образом, мы спиной к гостям. Что касается коммуникации и подключения всего оборудования, то, конечно же, здесь все проще простого. Все провода идут вдоль стены, штробятся в стену, выводятся в фартук, подводятся к навесным шкафам, где освещение и к бытовой технике. Нет никаких проблем. Также очень просто подключается раковина, там вдоль стены идут трубы холодной горячей воды, слив. И здесь ни у кого никаких вопросов не возникает, как подключать технику, как выводить электричество, как подключать воду. Безусловный плюс такого традиционного расположения кухонного гарнитура заключается в том, что он поместится абсолютно в любое помещение, даже если оно будет 2 на 3 метра. То есть 6 квадратных метров. Кстати, это франкфуртская кухня, которая в свое время разработала Лихоцки. Была такая дама. Выходец из дизайнерской школы Баухаус. К минусам, как я уже сказал, относится то, что мы постоянно стоим спиной к своим гостям. Второй минус. Мы не можем здесь готовить вдвоем. Точнее, можем, но это будет очень неудобно. Мы будем стоять, пихаться локтями, друг друга расталкивать. Третий минус. Это освещение. Стена-то нам света не дает. Конечно, здесь есть искусственный свет, но гораздо лучше, когда свет естественный. Совсем другое настроение. Четвертый минус. Это то, что мы наматываем метры и километры. Но в целом, это вполне понятное, традиционное расположение кухонного гарнитура. Многим оно подходит. А теперь про общение. Например, Маша пришла ко мне в гости, а я готовлю вкусные стейки. И вот я его готовлю, а Маша сидит с бокалом вина. Правда, его пока нет. У Маши у нее есть только лимон. На, погрызи. У меня в гостях ты можешь найти только кислый лимон. Поэтому Маша пока что развлекает меня беседами. Я жарю стейки, ну или что-то я там делаю. В общем, у нас идет нормальное общение. Посмотрите, мы лицом друг к другу, а не спиной. Понятен плюс, да? Это большое преимущество острова, на мой взгляд. Поэтому, если у вас есть возможность использовать остров в своем пространстве, то обязательно сделайте это. Хотя, кто-то совершенно другого мнения, и ему больше подходит прямолинейная кухня. Ну или на крайний случай угловая. Я пробовал готовить и на прямолинейной, и на угловой, и на острове. На мой взгляд, остров это самое удобное расположение рабочей поверхности. Один из важнейших плюсов это то, что остров прекрасно освещен светом. Окно у нас с той стороны. Свет из окна буквально заливает эту поверхность. Потому что передо мной нет стены, понимаете? Нечему тень отбрасывать. Это все хорошо просматривается, все хорошо освещается. Это очень удобно, комфортно. И просто настроение совершенно другое, да, Маш? Маша говорит, что ставят только в больших домах. Но это не так. На самом деле ставят и в квартирах, и в небольших квартирах. И мы это с удовольствием делаем. Даже в однокомнатных квартирах мы умудряемся поставить остров, обеденный стол, диван, чтобы сформировать нормальную общую гостевую зону. Поэтому используйте, конечно, остров. Если я один готовлю, то моя рабочая поверхность увеличивается в два раза. Потому что два метра с этой стороны, и если обойти с той стороны, там еще два метра. Но вот для Маши там тоже два метра. Хранение тоже в два раза увеличивается. С этой стороны ящики и с той стороны ящики. А можем ящики не делать, мы можем подставить барные стульчики. Ну или один стульчик. А здесь хранение, а здесь стульчик. Можно и то, и то. Ставьте лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о следующих полезных видео. Ну а если вы хотите научиться делать эргономичную, удобную, красивую планировку кухни, то обязательно ныряйте в описание. Там есть ссылка на бесплатные уроки. А теперь поговорим про ошибки, которые были допущены при проектировании этого кухонного гарнитура. Нужно было этот холодильник поставить в дальний угол от окна. И тогда вот этой тени бы здесь не было. И когда на него попадают капли и брызги, это очень хорошо видно, и хозяйка уже вся перематерилась мыть эту черную глянцевую поверхность. Субтитры сделал DimaTorzok